ДИАГОНАЛИЗАЦИЯ 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 КОНЕБЕ ДИАГОНАЛИЗАЦИЯ 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 И оба матча, и футбольных, и волейбольных, поэтому, конечно, это накладка на совести итальянских организаторов. Златанов. Атака из 4 по 4 принес очко своей команде. Счет 2-2, но пока команды пристреливаются друг к другу, присматриваются. Сначала партия. Сейчас потихоньку оба коллектива начнут набирать игровой ритм, входить в игру. И мы уже потом увидим настоящий, серьезный волейбол. Для меня, честно говоря, удивительно, что итальянцы дома вступили один сет к голландскому Ательдорну. В принципе, в гостях партию проиграли Парижу. В общем, наверное, логично, кстати, там такой счет был приличный. 28-26 тот сет, который французы выиграли. Ну, Алексей, Лига Чемпионов сама по себе такой турнир, в котором любая команда, даже не являясь, скажем так, какой-то угрозой серьезной для клубов таких, как именитых, как печенцы, она может выдать одну очень хорошую игру, там один сет, и, естественно, будет настраиваться на серьезную борьбу. Лига Чемпионов – это очень особенный турнир специфический, я бы сказал. Поэтому здесь можно дождать сюрпризов от любой команды. И сам отметился Михаил Рак в итальянском клубе из тех, что на площадке самый высокий, 2.05. В принципе, у них есть еще немецкий нападающий Кристиан Дюс, 2.09. Однако, только что, час назад, буквально, я комментировал игру «Искры» с польской «Скроей». Вот там, конечно, ребята поражают. Очень все высокие, мощные, сумасшедшие силы, конечно, подачи. И Марсин Мадзонок, который 2.11. И, к сожалению, пока нет статистики, но я думаю, что он одним только блоком очков 6.7 набрал. Ну, хочу сказать, что мне посчастливилось выступать за польскую клуб «Скроя» в свое время, с которым я выиграл и кубок Польши, и чемпионат Польши. И это очень-очень донично развивающаяся команда, которую с каждым годом добавляет, добавляет и добавляет. И если в то время, когда я за нее уступал для этого клуба, как бы недостижимой мечтой было выиграть чемпионат Польши, то сейчас они ставят задачи гораздо выше, с каждым годом приобретают все более серьезных игроков и делают ставку уже не только на внутренний чемпионат, но наверняка и на Лигу Чемпионов. Ну и такие, конечно, игроки, как Марьюшу Влазлой, который сегодня был одним из основных действующих лиц на площадке, они, конечно, очень серьезно прогрессируют. Марьюш добавил, является лидером и в своем клубе, и, безусловно, сборной. Да, ну и, собственно, клуб, который принимал у себя финал четырех Лиги Чемпионов, не попал в главный матч, наверное, мечтает, может быть, хотя бы о повторении этого успеха. Ну и, кстати, очень здорово там вписался испанский слезующий Мигелянка Фаласко, а за Копро выступает его брат. Вот опять-таки, кстати, говорит об очень грамотной секционной политике менеджмента клуба, не просто взять в Польшу испанского слезующего, да еще так, чтобы он вписался в коллектив, еще так, чтобы игроки чувствовали его и эффективно взаимодействовали с ним. Я знаю много примеров, когда в различные клубы приходят звезды первой величины, но, тем не менее, никоим образом не могут вписаться в командную игру, в коллектив, ничего у них, собственно говоря, не получается. При этом ни в коем образом мы не можем преуменьшать значение профессионализма и, как бы, и уровень этих игроков. Максим Шпилев сейчас на подаче. Первым темпом снимаются итальянцы. 86 в пользу итальянцев и первый технический тайм-аут. Последний матч в чемпионате коллективы выиграли. Итальянцы в гостях у Падуи выиграли 3-0. Казанцы в Ярославле подбежали победу 3-1. Причем дали отдохнуть Клейтону Стэнли в какой-то момент. А у Копры не играл в течение всего матча, а только на замену выходил Браво. Наверное, надо отметить, что как раз этот проигранный сет в Ярославле можно так в кавычках сказать, стоил у Владимира Олеговна такого почетного поста тренера сборной россиян в матче звезд. Ну а вот на самом деле, насколько это важно, как ты считаешь, потому что в принципе это же тебя вырывает с той же клубной жизни на несколько дней. То есть, понятное дело, праздник для зрителей, но для ребят, для тренеров это в общем какая-то дополнительная нагрузка, минус лишние пару-тройку выходных, потому что тем больше это в Сургуте будет, перелет туда-обратно. Ну, честно говоря, я не думаю, что это большая, конечно, нагрузка для них будет. Все-таки это больше шоу, чем спортивный матч именно со спортивным результатом. Естественно, первый раз так далеко от Москвы, скажем, проводится матч звезд. Все это, естественно, направлено на популяризацию волейбола в сибирском регионе нашем. И вообще, в принципе, сама идея проводить матчи звезд в разных городах, я думаю, она имеет под собой основу, имеет здравое зерно. Ну, я думаю, ничего страшного не будет. Почетно участвовать в этих тренерах, почетно быть в составе звезд, неважно с какой стороны, иностранцам, со стороны иностранцев, и россиянам, соответственно, и с нашей стороны. Я думаю, ребята отдохнут, немножко расслабятся и появляют просто удовольствие, покажут красивый волейбол, порадуют болельщиков, зрителей. Естественно, если бы для Владимира Олеговна было бы принципиально важно оказаться на этом посту, то, может быть, он, конечно, и не делал бы замену, не убирал бы Клейтона, и по-другому настроил бы своих ребят, но понятно, что это просто шоу. Ну, собственно, к этому моменту, возможно, уже федерация объявит имя главного тренера сборной. Потому что вот пишущие коллеги такую компанию целую проводят, что вот некое, ну, значимое событие, да, то есть если ты засветишься на матче всех звезд в качестве наставника, да, то вроде как и с прицелом на руководство сборной. Ну, почему нет? Дуэль Баньоли-Колчин, которые оба вроде бы заявляли о своем желании. Ну, и Олег, но тоже не против остаться у руля национальной команды. Ну, все три тренера, три специалиста очень достойны. И тут, конечно, надо и выбирать, и думать, и решать. Федерации нашей, кто сможет привести нашу сборную к тем результатам, которых она, собственно говоря, давно достойна. И должна была уже, в принципе, давно приобрести определенные титулы, которые, к сожалению, не смогла получить. Вот, надеюсь, что выбор будет остановлен на достойном специалисте, который действительно сможет помочь нашей сборной преодолеть этот какой-то барьер. Последний шаг сделать на пути к медалям золотым. Ну, а в Печенсе, как мы видим, пока пристрелка продолжается. Счет равный. Вот то итальянцы пара очков вели, теперь наши выходят вперед. Ну, видно, да, что так потихонечку только вкатываются в игру. Да, видно, обе команды особо каких-то эмоций не показывают. Просто делают свое дело, совершенно спокойно и четко. Понимая, что, как бы, турнирные, наверное, нагрузки тоже этот матч не несет. Больше принципиальный, потому что любой матч между российскими и итальянскими клубами он все время всегда несет определенное такое принципиальное соперничество. Потому что все-таки два сильнейших чемпионата, наверное, сейчас у нас. Итальянский, российский. Многие наши игроки играли за границей в итальянском чемпионате. Знают друг друга по сборным. Поэтому, конечно, хотят показать друг другу свой максимальный уровень. Кстати, тоже я вот вспомнил игру в Польше. И как раз тоже вот примерно этот счет, когда поляки оторвались от одинцовцев. И насколько там как раз был совсем другой эмоциональный накал в присутствии 9 тысяч зрителей. И, собственно, и у самих ребят глаза горели с самого начала. В принципе, и у наших, и у хозяев. Вот опять же. Но опять возвращаясь к тому времени, когда я выступал за этот клуб, хочу сказать, что, конечно, таких болельщиков, каких я видел в Польше, я не видел, наверное, больше нигде. Я поиграл во многих чемпионатах. Это действительно фанаты. Фанаты клуба, которые болеют безостановочно. Неважно, выигрывает клуб, проигрывает на протяжении всего матча. Всегда, на любой игре, с аутсайдером, с лидером. Но, естественно, с лидерующими серьезными соперниками приходит огромное количество людей. Огромный зал всегда битком. И атмосфера просто потрясающая. В таких условиях любому игроку хочется показать свой самый лучший волейбол. Просто порадовать и оправдать доверие, оказанное болельщиками. Вот этот дворец в Лодзе, это постоянно домашняя площадка или все-таки в Бельхатове тоже есть? В Бельхатове есть свой зал, да. Он просто гораздо меньше по вместимости, поэтому они, наверное, проводят уже выездные матчи в Лодзе. Точнее, домашний матч. Они как бы выезжают в Лодзе и там проводят. Я в свое время, конечно, играл в домашнем зале. Там вместимость, ну, тысячи, наверное, две. Но две тысячи всегда были битком, ни одного свободного места. И все эти две тысячи человек все время безостановочно поддерживают тебя. Это потрясающее ощущение. После блока Богомолова выходит Зенит на два очка. Вперед. Бол на подаче. И вот уже на три. Хорошая подача у Бола выигрывает очко. Вроде бы и не сильная подача. Ну, скажем так, очень коварная она была в разрез между двумя игроками. Естественно, подача идет в игрока четвертой зоны, который оттянулся на прием. И вот еще раз в него только укороченная. Хорошо, Стэнли сейчас достал мяч. И первым темпом снимают итальянцы. Ну, видим, что сейчас Златанов пытался оживить как-то эмоционально своих партнеров по команде. Видно, слишком спокойно начали игру итальянца. Некрасиво Корнеев в задней линии 16-13. Уже на второй паузе мы лидеры. Ну, и уже мы упоминали, что из того состава, который полгода назад встречался, как раз в Лодзе, в том самом дворце, где сегодня Искра играла, у итальянцев осталось пятеро. А у наших, наверное, побольше все-таки. Да, у нас остались Стэнли, Бол, Абросимов, Богомолов. Абросимов пришел у нас. А, пришел в этом все время, да? Абросимов пришел, да. Значит, соответственно, Богомолов. Богомолов, Шпилев, Бавдуй, Черемисин. Апаликов был. Апаликов, да. Ну и Бабичев. Бабичев, да, много лет бессменный либер этого клуба. В Казани я тоже успел поиграть в свое время, поэтому не понаслышке знаю об этом клубе. Играл с Владиславом Бабичем, очень хороший перспективный игрок, молодой. Один из немногих воспитанников именно Казанской школы волейбола, так же, как и Максим Шпилев, кстати, говорит. Да попал уже, когда команда вышла в Суперлигу, да, и кубок-то выигрывал. Нет, кубок не выигрывал. Это был первый сезон, когда команда играла в Суперлиге. До меня там уже играл один сезон Руслан Лихвер, благодаря которому, собственно, команда и пробилась тогда. Суперлигу и пришли в том сезоне Дмитрий Фомин в клуб, я, Алексей Ижов, если не ошибаюсь, тоже первый сезон тогда пришел. И сразу сходу мы заняли третье место в чемпионате уже Суперлиге. Обыграв в плей-оффе изумруд как раз в борьбе за третье место. Конечно, это было такое серьезное достижение. Сразу сходу занять третью позицию, бронзовые медали. Вот, мы видим, что команда же прогрессирует. В прошлом году, наверное, самый миг был успешный сезон за всю карьеру. Выиграли все, что только можно было выиграть. Молодцы, ребят. Ну и, конечно, руководство, которое поддерживает этот клуб. И сделало из него действительно гранда мирового, европейского волейбола, мирового волейбола. Вот какая нелепая ошибка в исполнении Либера. Для Либера, конечно, ошибаться на планирующей подаче не позволит однозначно. И сразу видим, что наставник итальянца уберет перерыв. Да, у нас уже получается второе очко на подаче. Да, и не с самой сложной подачи. Странно, что в прошлом сезоне в клубе не играл вот этот вот кубинец Маршал. Он же, по-моему, как раз когда убежал с Кубы, он там вот и основался, в этой Пьяченсе. И пережидал эту бурю. В принципе, он же был невыездной какой-то срок, не помню уже сколько лет. Ну, я думаю, на кубы-то ему сейчас уже не вернутся. Но знаем, что там достаточно серьезное отношение к людям, которые покинули свою родину и уехали без разрешения руководства федерации выступать в другие клубы. Ну, как бы, надеемся, что Маршал нашел свое место в этой жизни. Да, вот он вернулся в этот клуб. Вколачивает сейчас мяч в поле Стэнли. По линии, с задней линии нападал, приносит 19-е очко Казанцам. И сам же отправляется нападовать. Ну, мы знаем, что у Стэнли очень серьезная подача. Он может выстрелить в любой момент и выдать очень серьезную серию. Аут. Я смотрю, в последнем матче с Парижем у него было три эйса. Вот тогда Корнеев лучшим был по этому показателю. Четыре. А вот Маршал, да, вот он хорош тоже в этом плане. Мужской волейбол, он с каждым годом добавляет в атлетизме все больше и больше. Появляются молодые, талантливые ребята, которые, конечно, наделены каким-то физическим данным просто от Бога. Поэтому обладать мощной подачей в современном волейболе, это, конечно, очень важно для любого игрока. Потому что сейчас можно, естественно, и сейчас можно, и раньше можно было. Сейчас, скажем так, уже необходимо уметь выигрывать очки в нужный момент с подачи. Тем временем счет подровнялся. 18-19 пользуются нашей командой все еще. На подачу итальянца. И замена, по-моему, у наших. Смотрим, кто ушел. Ушел Корнеев. Ушел Корнеев. А вместо него мы пока не видим, кто вышел. Вместо него вышел Алексей Бавдуй, судя по всему. Да, да, да. Во-первых, потому что больше выйти некому особенно. Ну и во-вторых, потому что мы просто видим его номер на майке. Да, он вышел как бы стабилизировать приемы. Вот сейчас на задней линии. Что там у него с рукой, с пальцем, палец с замотом. Ну да, вряд ли Владимир Олег стал бы бросать, как говорится, под танки не до конца восстановленного игрока. Это грозит как бы повторным получением еще более серьезным травмам. Поэтому наверняка он уже готов выходить. И тренер начинает его потихонечку подпускать к основному составу. Ну, сегодня то же самое сегодня было в матче «Динамо» с «Жихострой». Весь матч провел Бережко. Хотя, так как «Динамовцы» выиграли 1С25-13, ушли в запас «Данте», «Полтавский», «Волков». То есть уже доигрывали наполовину резервисты. Ну, нередко выдается возможность тренерам, конечно, использовать своих запасных игроков в матчах Лиги Чемпионов. И то, что сегодня «Динамо». Ну, вот на группе, да, на «Полтавской» стадии, в общем. Тем более, что группа у москвичей попалась так не особо сложная. А вообще «Динамо», что мужскому «Динамо» повезло с подгруппой в Лиге Чемпионов. Тем более, что женскому «Динамо» повезло с подгруппой в Лиге Чемпионов. При этом не умаляя мощи, как бы, серьезности обоих клубов. Тем не менее, группы у них, скажем так, проходные. Опа! Достанет? Достал Владислав Вавичев. Очень сложный мяч. Ну! Там, по-моему, ребята засмотрелись на то, как он сносил эти рекламные щиты. Обидно, да. Сравнялся при этом счет у нас. Мы убежали вперед на отметке 12. Увели даже 3 очка. И вот не додержали до конца партии это преимущество. Это «Имал Талекна». Ну, в игре таких соперников там большого отрыва ждать не приходится. В одну или в другую сторону будет корректироваться счет. Я не думаю, что будет в какой-либо партии большой отрыв одной из команд. Поэтому я думаю, что нас будет сегодня ждать. Конечно, интересная борьба. Именно вот. Постоянный равный счет. Постоянный качели, как говорят, влюболисты туда-сюда. Ну, на самом деле, я вот то же самое думал и про матч «Заречи» с «Перуджей». На котором ты как раз работал. И вот эта разница плюс 10 в пользу Одинцова в первом сете. Потом сколько они проиграли-то там в третьей партии. Да, матч был потрясающим в том плане, что команда «Заречи», она, конечно, укомплектована очень серьезными игроками. Но порой эти игроки делают настолько смешные ошибки, что даже не знаю, что в этот момент сказать. У меня сегодня было любимое слово во время моей трансляции «обидное». Потому что, ну, действительно, просто нелепые ошибки, когда мяч просто падает между игроками. И то мы не можем обижать, один игрок не может обижать второго игрока. То не могут разобраться, то еще что-то. То мы проигрываем сет с разницей в 10 очков, то начинаем какую-то блестящую концовку на блоке в водоем. И догоняем в самый нужный момент соперника. Абсолютно нет никакой стабильности. Не знаешь, что ждать в данный момент от этой команды, какой игры. Она как может проиграть любому сопернику, так и выиграть у любого соперника. А это самое, наверное, неприятное. Потому что классные команды, классные игроки, они должны держать тот определенный средний уровень, ниже которого, в принципе, опускаться нельзя. Пока у Заречи, к сожалению, она не держит этот уровень. Ну, а Перуджа, ну, какой у нее теперь уровень, тоже непонятно. Они проиграли нам сет, тоже с разницей в 10. А концовку вытащили. Абсолютно, абсолютно. То же самое, наверное, и про Перуджу, можно сказать. Однозначно, однозначно. И именно поэтому она во внутреннем чемпионате занимает сейчас пока что лишь 11 место. И опять пытается найти свою игру с новым тренером, с новыми игроками. Мы помним, да, что только три человека осталось из второго состава, а все остальные новые игроки, которым надо сыграться, почувствовать друг друга. Великие клубы, великие победы, они не делаются вот так просто. Взяли, укомплектовали, привезли хороших игроков и все выиграли. Так не бывает. Коллектив должен вариться в своем соку, притираться. И, естественно, есть даже определенная статистика психологическая. Там психологи проводили исследования, что в течение, скажем так, трансферного периода нельзя менять в клубных видах спорта более, скажем так, трех основных игроков. Ну а в волейболе, я бы сказал, даже больше двух. То есть костяк команды всегда должен сохраняться. Его можно доукомплектовывать там точной какой-то селекцией на определенные позиции. Но когда остается три человека, а девять приходят. Это, конечно, совершенно новая команда, которая неизвестно, как себя покажет. Ну а Клейтон Стэнли тем временем зарабатывает сетбол. Хорошо наш после перерыва проводит концовку. Ну, мы уже с вами говорили, что в прошлом году встречались эти команды между собой в Лиге Чемпионов. Наш клуб поддержал победу. Надеемся, что сегодня наши волейболисты очередной раз подтвердят свою силу. И Богомола ставит точку в этом сете. 25-22. Хорошее начало. Вообще, конечно, такую серию выдавали российские клубы. 12 побед подряд. Вот с учетом двух динамовских. Вчерашний и сегодняшний. И вдруг две осечки. Заречья дома, Искра в гостях. Прямо даже как-то... Ну, вы сегодня, Алексей, совершенно правильно сказали перед нашей встречей, что сегодня не день Одинцова. Оба клуба, и женский, и мужской, потерпели поражение. Заречья проиграла 2-3. Перуджи, противостояние с Перуджи. И, соответственно, Искра проиграла польской Скре. Со счетом 0-3 у них в гостях. Кстати, Скра это вот аббревиатура или это то же самое, что и наша Искра? Просто что ты там играл и представляешь. Скра это аббревиатура. Главным спонсором клуба является Белхатовская электростанция. Как говорят поляки, электровня. А, ну то есть все равно как-то связано с энергетикой и с электричеством. Однозначно, да. Нас водили на экскурсию на этот завод. Смотрели, собственно говоря, как там все это происходит, как люди работают. Там очень тесное такое общение. Вот именно, что там постоянно какие-то там у нас встречи происходили с рабочими. Там какие-то акции мы устраивали там и так далее. Ну, в общем, мы не забываем о том, что помимо там спортивных составляющих, любой как бы спортивный клуб, спортивное зрелище, ее несет на себе как бы еще такую общественную нагрузку. Естественно, это нормально. Ну, Польша вообще какая-то уникальная страна вот по той любви вообще к спорту, который поляки просто болеют. Не только волейбол, но и вообще, почему какие-то совершенно такие неожиданные виды спорта. Мне когда-то было несколько лет, когда мы показывали спидвей, и это тоже совершенно сумасшедшие болельщики, там и команды, и фанаты, и так далее, и так далее. И вот у них все просто вот до какого-то фанатского уровня. Ну, аж волейбол, когда там они на автобусах готовы приехать, чуть ли не в Японию поддерживать своих. Совершенно верно. Ну, достаточно небольшая страна, достаточно как бы, может быть, не знаю, это уже моя такая, скажем, догадки, может быть, не так много, чем есть гордиться, какими достижениями. И поэтому все вот эмоции люди выплескивают на своих спортивных кумиров, на свои спортивные клубы. Ну, поддержка, на самом деле, очень добрая. Именно вот что доброе, по-доброму. Потому что мы знаем, что чем отличается хороший болельщик от плохого болельщика. Хороший болельщик поддерживает свою команду всегда, потому что он именно болельщик, он болеет за нее, переживает. Он понимает, что есть тяжелые периоды, есть удачные периоды, черная полоса, белая полоса, успех, неудача. Все вместе, всегда вместе. Ну, и, соответственно, есть тот тип болельщиков, когда все хорошо, очень рад, пытается себя ассоциировать с своим коллективом любимым. Ну, и, соответственно, когда что-то не клеится, начинает указывать, скажем так, на недостатки отдельных игроков, тренеров, организаций и так далее и тому подобное. Это, конечно, недопустимый, мне кажется, подход. Потому что не надо быть слишком серьезными в оценке действий спортсмена. Спорт – это, конечно, все-таки шоу. Не надо быть слишком серьезными в этой жизни. Дома коллектива уже появляются на площадке. Вторая партия в Пьеченце. Казанский «Зенит» выиграл первый сет со счетом 25-22. Я смотрю, Бовды остается в шестерке. Вместо Корнеева, да, то есть Шпилев. Да, да. Интересное сочетание. Ну, действительно, Максим Шпилев неплохо себя зарекомендовал, заменяя Алексея. Сейчас ему Олег не доверил место в стартовом составе. Собственно, Максим сейчас и будет выполнять первую подачу в этой партии. Мы можем только порадоваться этого молодого волейболиста. Хорошо сейчас, в принципе, Богомолов ждал своего игрока. Хорошо прыгнул с него немножечко. Не хватило ему. По месту проиграл. Мне кажется, зря я сейчас был в такой сложной ситуации, пытался с первым темпом играть. Хотя, конечно, он хозяин положения, но... Болл, безусловно, может дать передачу очень качественную из любой ситуации. Думаю, тут, конечно, хотелось ему дать Александру шанс отыграть очко, проигранное на блоке. Поэтому он выдал эту передачу за голову, но, к сожалению, не получилось. Стэнли сам принял и сам забил. Да, хороший был розыгрыш. Увели центрального блокирующего сейчас, видим, да, на Богомолов. Он дернулся и уже не успел в край, во вторую зону. Стэнли очень хорошо с 2 по 2, собственно говоря, довел розыгрыш до логического завершения. Ну, видим, что при любом удобном случае, в случае хорошей доводки, пьянишно-пасующие стараются играть очень много первым темпом. Фактически тяжело, тяжело в таких ситуациях бороться один в один, с идеальной доводки, на высоте, на скорости, просто перестрелка такая между первыми темпами. А вот и Балдуи отметился в атаке. Конечно, он много пропустил. Тут еще такая большая пауза маячит во второй половине декабря. Собственно, осталось сыграть вот еще один тур в российском чемпионате. Матч с пьяченцей в следующий четверг уже на своей площадке и потом пауза до середины января. Ну, фактически месяц. Уж я не знаю, что там, «Зенит» будет ли, в каких турнирах участвовать или еще где-то. Но вот мне кажется, что такие огромные, неожиданные перерывы не идут на пользу. То есть просто как-то расхолаживает это, теряешь ритм. Ну, согласен, 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 если это касается, скажем, молодых игроков и сыгранных команд. Но для, скажем, ветеранов, коих у нас немало в чемпионате, я думаю, это лишняя возможность немножко передохнуть. Но тут тяжело делать однозначные выводы. Я думаю, конечно, месячная пауза, это, конечно, безусловно, много. Но она, наверное, тоже все-таки чем-то обусловлена. Честно говоря, я не могу сейчас сходу сказать. Причем раньше же вот как раз. Работствовались при составлении календаря, а люди как бы ответственны за это мероприятие. Раньше в конце декабря кубки проводили, финалы вот эти. И был такой вот праздник под Новый год. Сейчас это все уже позади. Ну, действительно, тоже получился праздник. Очень все интересно было и в Новосибирске, и в Питере. Ну, вот пауза. Вот эта идея проводить финальные игры кубка перед Новым годом, мне кажется, вот она очень, как бы, неплоха, собственно говоря. Потому что разрывать чемпионат, как бы, концовку года, я имею в виду календарного, да, не знаю, мне кажется, гораздо более, как бы, логично провести финал кубка. Это именно что перед Новым годом. А потом уйти на небольшую паузу, там, скажем, две недели. Ну, конечно, все это должно быть взаимосвязано там с расписанием Лиги чемпионов, европейских кубков, интересов сборной, если они присутствуют при составлении календаря и так далее. Ну, в этом сезоне, можно сказать, не очень он такой напряженный и насыщенный. Собственно, сборная, отыграв на Олимпиаде, дальше пока нигде не появляется. И, хотя, наверное, кстати, вот я знаю, наверное, чем обусловлена пауза в тех же Еврокубках, еще там же начинаются первые стадии отбора на чемпионат мира, в которых нашим не надо участвовать. Совершенно верно. И девчонкам, и ребятам. И поэтому, в общем, для каких-то стран это важно. И поэтому в Лиге чемпионов такие окна большие. Просто национальное перенесство делает перерыв. Ну, мы, на самом деле, с волейболом-то не простимся на конец года. У нас будут два турнира, таких традиционных, рождественских, которые уже несколько лет подряд освещаем. В Швейцарии женский турнир топ-волей с участием московского «Динамо». Традиционно туда бразильянки приезжают. То есть хороший такой приятный турнирчик. И в Фландрии, в Фландерс, не помню, как он точно называется, тот, который Локомотив Белогория в том году выиграл. Мы это с удовольствием тогда показывали. И в этом году тоже показывать будем. И также там Белгород будет участвовать. Ну и, соответственно, матч звезд. Белгород будет участвовать. И снова первый темп у яченцы. Нам счет перестали показывать. Ну, судя по всему, технический перерыв. Ну и, судя по всему, итальянцы ведут. Да, как он выкрутился-то сейчас в этой ситуации. Ну да, неудобная передача была. Хорошо, но раскрутил ее от блока. И уже ничего не оставалось нашим защитникам. Мы ничего не смогли сделать с этим нападающим ударом. Вот интересную позицию занял итальянский тренер для того, чтобы делать комментарии самим игрокам. Фактически стоит на коленях перед ними. Ну, ты знаешь, как говорят, что если ты хочешь, чтобы тебя услышали, говори тише. И смотри в глаза. Вот он, вот, видимо, примерно из той же серии. Вот он сел так низко, что тут деваться некуда ты, вынужден склониться. Абсолютно верно, абсолютно верно. В общем, не важно, как он говорит. На самом деле, главное, чтобы те замечания, которые делал тренер во время перерыва, хоть там лежа, хоть сидя, доходили до игроков. Была обратная связь. Они понимали, что от них требуется. И выдавали на площадке конечный результат. По-прежнему, не очень активна публика. Вот, собственно, ее и пытается разогреть диктор по стадиону. И Христос Златанов. Самый, наверное, активный пока у нас на площадке в составе. Копры. Ну, вот и счет появился. Очень кстати. Хорошо Байби сейчас играет в защите. Не испугался Шпилев такой сложной ситуации. Да, и партнеры кричали бей-бей, Максим. Понятно, что надо было рисковать в этой ситуации. Видим, что старание всей команды приносит, конечно, результат положительный. Зарабатываем очередное очко. Есть определенные моменты в игре, когда действительно надо рисковать, смело бить, потому что можно и пальцы искать у блокирующих, и отыгрываться как-то. Не обязательно отдавать простой мяч сопернику, чтобы он доиграл его и добил до пола. Ну, и особенно, конечно, когда партнеры кричат, бей, атакуй, все. То есть дается игроку карт-бланш, и все, рискуй, и все. Никто из тебя не спросит потом, даже если ты ошибешься. Долго он готовился, перестоял. Накат в сетку – это всегда такое непонятное действие, я бы так сказал. Бабичев очень здорово по-прежнему на задней линии подбирает все эти мячи. Маршал. Владислав является еще таким мотором, определенным на задней линии. Собственно, это и есть часть работы хорошего либера. Не просто подбирать там мячи в защите и принимать, но именно, что заводить, все время быть таким вот моторчиком. Потому что к игрокам позиции либера такое особое отношение в команде. Всегда. Они всегда самые коммуникабельные, самые такие открытые, веселые. Собственно, это тоже часть их работы на площадке. Ну, слышим сейчас комментарии наших футболистов. Догоняем, догоняем. Сейчас надо, конечно, немножечко сократить разрыв по возможности. Потому что если мы не сможем сделать это сейчас, то потом будет тяжело догонять. Чешский центральный очень неплохо. Помню, в начале партии закрыл Богомолова. И так вообще выглядит уверенно. Чехов вообще в Италии немного играет. То есть это значит действительно... Да, Чехов играет очень много во Франции традиционно. На французских клубах играют эти волейболисты. Скажем, они так больше соответствуют уровню чемпионата Франции, нежели уровню чемпионата Италии. Очень, конечно, сейчас хорошо накрывает Златанов атаку Стэнли. Сбросил руку в линию, куда пытался атаковать Стэнли. Сейчас видим, повторим. И перенос руку на другую сторону. И уже сколько? 13 сейчас будет, 7, провал, да? Да, 13-7. Уже большой отрыв. Конечно, его можно сократить, можно достать. Но тяжело, тяжело. В матче таких серьезных соперников недопустимо. Надо стараться. Вот опять второй раз подряд. Нечеткий прием. На ту сторону. Ну и даже не на ту сторону, скорее на тросы. Судья два раза подряд показывает, что Болл играет на стороне соперника. Сейчас посмотрим еще раз, что проявит. Отсюда не видно будет. То есть тут нужно было другого ракурса. А, заступ. А, заступ. Заступ, заступ, да, да, да. Вот как раз очень хороший повтор был. Он заступил чужую сторону. Это правильное решение судьи. Хотя Лой, конечно, сейчас завелся, по-моему. Да, видим, видим мы по жестам, по эмоциям. Ну, безусловно, он просто не видел, где находилась его нога. Поэтому и пошел апеллировать к судьям. Находился спиной к сетке. Да, он сейчас без хорошей подачи не обойтись. Казанцем, что ли, подтянулся. Да, это как раз именно тот момент, когда нужно включать убойную подачу, что сейчас и делает Стэнли. Недоволен Златанов. Ну, да, в общем-то, он проспал этот момент, когда еще вполне мог оставить мяч в игре. Да, в принципе, здесь надо было ему, конечно, включаться и ждать, когда добежит пасущий. Или тут еще поможет. Но, видно, очень был заряжен на атаку. И, видимо, касание сетки у блокирующих. Наши аплодируют. Сейчас посмотрим в повторе. Да, совершенно верно. Было, да? Заметно не было, но я видел жест второго судьи, который показал касание сетки. Судье всегда видней. Но в нашей с вами, Алексей, ситуация однозначно. Да, ну и, собственно, уже разница не такая тоскливая. Да, и вынужден был наставник итальянца взять перерыв, не дожидаясь счета 16, не дожидаясь технического тайм-аута. Ну, Стэнли у нас по-прежнему на подаче. Ну, я думаю, и перерыв был взят именно для того, чтобы сбить его с настроя. Посмотрим. Да, получилось. Мы можем сказать, да, что получилось. Хотя, конечно же, Стэнли игрок такого уровня с таким опытом, что тяжело взять, просто так и сбить. Ну, и, видимо, двойная замена. Да, так и есть. Черемисин в диагональ вместо Бола, а Зайцев на заднюю линию пасовать вместо Стэнли. Усиливаем мы нашу линию нападения. Они сейчас в линию блока. Павел Зайцев очень опытный пасущий, 79-го года рождения. Совершенно спокойно может выйти в любой тяжелой ситуации, держать свою игру, свой уровень, помогать команде. При этом он еще пару лет назад серьезно задумывался, чтобы закончить с классическим волейболом и исключительно на пляжном сконцентрироваться. Да, была у него такая попытка, но мы видим, что решил все-таки продолжить свою карьеру в классическом волейболе. Ну, я так понимаю, тоже программа развития пляжного волейбола. В общем, там, может быть, помоложе ребят сейчас ищут уже на перспективу. Хотя сейчас наша самая знаменитая пара, Каладинский и Барсук, они же играют в первой лиге в Краснодаре. Вышли я. Ну да, ну вот, как бы, следом за суперлигой, которая, такое необычное, на самом деле, решение. Ну, в нашей стране не все так просто и с климатом, и с скрытыми залами для пляжного волейбола, и все-таки с финансами. Понятно, что игрокам надо зарабатывать. Зарабатывать чисто пляжным волейболом, ну, видимо, пока не получается. И на вот прошедшей конференции Всероссийской Федерации волейбола, на которой присутствовал, как раз поднимался вопрос об этом. Я полностью согласен с Геннадьевичем Шипульным, который докладывал собравшимся о ситуации в пляжном волейболе, что, конечно, не всегда, не всегда получается и содержать, скажем так, пляжные клубы, пляжные коллективы. И непростая там ситуация, непростая. Надеемся, что она изменится и сможет этот вид спорта все-таки выйти на тот уровень, на который он заслуживает. Потому что это, конечно, безусловно, очень интересная и динамичная игра. И могу сказать, что вот с каким бы из профессиональных, классических, скажем, волейболистов вы бы ни поговорили, каждый скажет, что он с удовольствием попробовал себя в пляжном волейболе. Потому что это действительно очень интересно. Но, конечно, финансовая ситуация не позволяет так рисковать, уходить в другой совершенно фактически вид спорта, терять контракты и так далее. Ну, тут такая палка о двух концах. Ведь ребята, подписав контракт, соответственно, с Краснодаром, ну, просто вынуждены будут играть до конца сезона. А, насколько я знаю, там речь шла, что на пляж надо было выходить уже, собственно, с первых чисел марта. То есть уже весной там ехать куда-то... Ну, по-нормальному в феврале клубы уже уезжают на какие-то сборы в околые страны, а то и в январе. Зависит от того, кто в каком чемпионате играет, чемпионаты России, мировая серия и так далее. Коммерческие турниры какие-то. И получается, что у нас как раз вот эта сильнейшая пара, они не отдохнут как следует, и, может быть, полноценной подготовки к новому сезону не будет, потому что начнут позже. Ну, безусловно, безусловно, потому что специфика, скажем, перемещения на песке и на жестком покрытии, на обычном львове, она абсолютно разная. Это чревато и травмами в том числе, поэтому не надо, конечно, к этому очень серьезно подходить. Ну, видимо, просто не было выбора. Потому что и клуб, взяв себе, скажем так, пляжного игрока, который не играл в классику, я думаю, что очень сильно рискует. Не все так просто перейти с песка на жесткое покрытие, особенно уже, когда сезон начался и так далее. Дай бог, чтобы ребята хорошо отыграли в Краснодаре. Будем смотреть за их выступлениями. Но все, как я уже сказал, не так просто. Был шанс подтянуться буквально на один шаг. Нарискал, а сейчас Максим опять, партнеры кричат, рискуй. Но, собственно говоря, три блока все-таки тяжело сейчас было в этой ситуации переиграть. Ошиваются итальянцы на подаче. 15-17. Обратная замена. Ну, пока, собственно, только Стэнли появляется, а Черемисин еще свое от подает. Ну, я думаю, Алексея сейчас ему дадут шанс подать, и после этого будет, конечно, произведена замена. Ну, очень простой мяч. Должен был доставать, конечно, Алексей Черемисин этот мяч. Буквально там в полуметре от него он упал. Очень хорошую подачу он выполнил, к сожалению, вот не смог. Видим, откуда убежал Владислав Бабищев в падении, пытаясь спасти этот мяч. Фактически с пятой зоны. Немножечко ему не хватило, чтобы помочь себе партнеру. Ну, естественно, вернулся Болл в игру. Сразу заряжает первый темп. 16-18. Ну, в этой дуэли Богомолов белится. Ну, пока, наверное, все-таки в пользу Саши она проистекает. Ага, вот замена... Замена связки, по-моему. Данте Вунинфанте, да, связующий. Связующий, 77-го года. Меони, 73-го. В принципе, оба достаточно опытные, но Марк Меони, конечно, гораздо более известный. Да, раскрученный гроб, фамилия действительно слуху, все его знают прекрасно. За сборную поиграл. Ну, тут не очень понятно, чем вызвана эта замена. Вроде бы все идет нормально, все катится, все хорошо. Может быть, какая-то микротравма, которую мы пропустили, которую мы не видели. Потому что играли они неплохо, да. Я тоже, честно говоря, не очень понимаю, в чем отличина. Побелится. Кучей вовремя заряжает подачу и плюс 4 уже в пользу Пьяченцы. Да, опять встык между Бабичевым и Шпилевым. Хорошая подача, безусловно. Берет перерыв Владимира Олегна, также пытаясь сбить настрой этого подающего. Нельзя сейчас давать вырываться вперед. Итальянца потом будет уже нереально в конце догнать. Да, похоже, действительно рядом с Меоней Доктор крутится. Он там сидел на лавочке. Замена. Это усиление приема. Наш второй Либера Артем Ермаков. Однозначно, однозначно. Это Максима, который, в принципе, обладает хорошим приемом. Это однозначно усиление. У нас получается Стэнли, Вагомолов и восстановившийся после травмы Вавду и в атаке-то только. Сужается фронт атаки, значительно, конечно. Хотя Шпилев, по-моему, не очень часто с задней линии загружается. Совершенно верно, да. Он не часто играет Пайп. Но тут в данной ситуации, конечно, было гораздо важнее наладить прием. Ну-ка, оставили такую дырку Златанову. Хорошо, сейчас помест. Сыграли Пайп не точно в шестой зоне, а немножко сместили к пятой зоне. Вот в разрыв как раз туда и забил Златанов сейчас. Такие атаки вот в исполнении Златанова, хочу сказать, что это, конечно, очень высокое мастерство. Не в плане даже исполнения, а сколько вот в плане взаимодействия нападающего и пасующего. Потому что, конечно, традиционно все играют четко в шестой зоне, а когда ты можешь, скажем так, в процессе, там, розыгрыша мяча, там, или заранее скорректировать, там, плюс-минус два метра в одну или другую сторону, это именно, конечно, взаимодействие двух игроков очень важно. Отбиваемся после атаки маршала, Златанов. Снова кубинец и закрываем его. Да, очень хорошо сейчас играли на блоке. Судя по всему, Алексей Бавдуй отработал. Да. Бавдуй, Абросимов, да? Хорошо, сейчас закрыл линию Алексей. Ну, тренер итальянцы все улыбается. Итальянцы веселые люди, замечательные, жизнерадостные. В принципе, с таким настроем, наверное, и надо играть. Немножечко с улыбкой всегда. Наши спортсмены, наши клубы еще традиционно страдают, скажем так. Тем, что, если для итальянцев, это как пример, для итальянцев, скажем, волейбол, это игра, в которую они играют, то для нас зачастую это волейбол, это тяжелая работа, которую мы выполняем, трудимся, мучаемся. Это не обязательно касается этого матча, этих команд, скажем так, больше мысли. Ну, это, по-моему, общий такой менталитет у нас, то ли советского какого-то периода, то ли вообще, вот, общероссийская беда. Ну, для кого не секрет, что в советское время слово «надо», в приказном порядке, это все, конечно, давило на спортсменов. Сейчас мы, конечно, с улыбкой об этом говорим. Такие примеры, как там сформирование команды лейтенантов, знаменитая, да, ЦСКА и так далее. А у нас, между прочим, счет-то равный, кстати, практически под копирку сета пишется, только вот в обратную сторону. В той партии мы ввели 19-16 и 21 равенство, а сейчас наоборот. Догнали итальянцев к отметке 21, подача Стэнли. Стэнли очень вовремя включает свою убойную подачу. К сожалению, сейчас ошибается, но тут такой момент, что если игрок хочет выигрывать подачу, он все равно будет ошибаться на подаче. И тренер, и коллектив, они должны к этому готовы быть. Потому что никогда не знаешь, когда выстрелит этот игрок. И он может ошибаться все начало игры, он может ошибаться середину игры, но потом выйти в концовке, точно так же рисковать и приносить очки своей команды. Поэтому это очень важно. Очень важно именно в тренировочном процессе отрабатывать мощную силовую подачу постоянно, с риском. Отстоял заднюю линию Ермаков, вернулся Максим Шпилев на переднюю. Алексей Бабдуй на подачу у нас. Он, наверное, не будет сейчас рисковать, собственно. Хотя... Ну, да, Алексей не обладает. Опа! Но сейчас мог бы принести новочку. Да, повезло. Итальянцы справились. Златанов очень мощно сейчас атаковал по пятой зоне на высоте. Очень хорошо вложился в мяч. Тяжело было что-то сделать, конечно, в этой ситуации. Да, неудобная сейчас передача была в четвертую зону. С нашей позиции даже не очень видно, что там произошло. Улетал ли мяч за антенну, либо Максим не дошел до него. Но факт остается факт. Но вот сейчас повтор. Что происходит? Происходит... Да, мяч, наверное, вылетал за антенну. 24-22. В пользу итальянцев. Вот мы видим, в принципе, по тактике ведения игры, что в начале, в середине матча связующие обеих команд в основном играют первым темпом. Стараются, по крайней мере, при хорошей доводке. Так говоря, как говорят волейболисты, прикармливают центральных блокирующих, чтобы они реагировали на игроков первого темпа. Ну, а в конце уже включают свою тяжелую артиллерию. Тех игроков, которые, собственно говоря, должны приносить очки команде. Это крайне нападающие, диагональные нападающие. Как раз Белец задержался с тренером и обсуждал, а стоит ли ему прыгать с центральным. Да, видимо, сейчас стоит. Да, да, да. Но вот это уже пошла такая игра. Игра пасующих с блокирующими. Все знают, кто чего ждет. Все знают, кто куда пасует в концовках. Все это уже много-много раз разобрано. И кто кого переиграет. Сейчас переиграл бол. Ох, как обидно. Да. Два последних очка. Наши собственные ошибки. На подаче и вот так, передача бола за антенну. Ну, вот это тот риск, скажем так, недопустимый риск, потому что непонятно. Вроде бы и не рисковала, вроде подача не сильная, при этом 2 метра ваут. В этой ситуации, конечно, лучше бы испан со всей мощью ввалил ее, пусть так же ваут. Но мы бы видели, что это был такой вот риск, что человек настраивал. Конечно, понятно, что там есть установка тренера, рисковать, не рисковать. В концовке обладает человек такой подачей, с которой может выиграть очко сразу, не обладает. Там много нюансов, естественно. В данной ситуации, я думаю, конечно, надо было просто подавать. Ну, в любом случае, счет сравнялся. И, в принципе, мы ожидали, что матч не закончится в трех сетах. Я, правда, надеялся, что Искра тоже в Польше будет дольше, чем 3 партии сражаться. Ну, в принципе, Искра в последних матчах показывала неплохой волейбол. Единственное, конечно, играя с Самотлором, в которой команда играли 5 партий, и только в пятой партии команда Заденцова смогла дожать Самотлор и выиграть эту встречу. Говорит о многом, но можно было бы, скажем, рассматривать эту игру как, скажем, такую осечку небольшую. В принципе, команда играла действительно неплохо. И лично я не ожидал, конечно, что, хоть и на выезде, но наша команда проиграет счет 0-3, при всем уважении к польскому клубу. Скажем так, все-таки не совсем закономерный счет. Но, видимо, сегодня действительно не день одинцов просто. Ну, и, кстати, вот Жиб пропустил эту игру с Самотлором. Он и сегодня смотрелся не лучшим образом. Не знаю, может, у него самочувствуем какие-то проблемы? Кстати, я не знаю причину, по которой Жиба не играл, но можно еще предположить, что с Самотлором его просто дали отдохнуть. Ну да, это вроде логично. Да, но, опять-таки, как мы видим, уж не знаю, отсутствие ли Жибы сказалось на качестве игры, но на площадке побывали буквально все, наверное, волейболисты в этом матче. И, конечно, Самотлор мне в этой игре очень понравился. Несмотря на то, что они аутсайдеры, они, конечно, бились за каждый мяч. Очень хороший эмоциональный настрой у ребят был, молодые все азартные. Приятно было смотреть, я думаю, конечно, и болельщики получили удовольствие. Ну, а, скажем, для таких грандов, как та же Искра и Динамо, надо всегда, конечно, понимать. И уверен в том, что клубы понимают, что любой клуб, выходя на матч такими соперниками, как Искра, как Динамо, будет совершенно по-особенному настраиваться. Будет даже аутсайдер. Потому что показать достойную игру в противостоянии с такими клубами, это поднять свой собственный престиж. Это показать что-то самим себе в первую очередь. Поэтому все настраиваются по-особенному на лидеров. И ни в коем случае нельзя забывать об этом. Заканчивается перерыв после второго сета. У нас равенство в Пиченсе 1-1. Ну, в принципе, может быть, не столь ярко эмоционально, как это в Польше было, и такой поддержки зрительской нету, но волейбол хорошего качества, интересный. И мы видим и тактические какие-то разнообразные ходы у обеих команд, у тренеров. Мне сейчас любопытно, все-таки выйдет ли Меони у итальянцев, и кто у нас останется с доигровки. Ну, мне кажется, с доигровки у нас все останется без изменений, все-таки. Потому что, как странно, Корнеев ушел очень быстро. Ну, мы, к сожалению, сейчас не видим статистики. Конечно, статистика нам новой могла сказать о том, как провел тот же Бавдуй. Это время на площадке, было ли какой-то резон его менять назад и так далее. Ну, что мы видим? Мы видим Бавдуй на месте. Бавдуй на месте. На очко первое забирает Стэнли. Понятно, что Болл пасует. Да, и Максим Шпилев тоже на месте. Да, и Максим Шпилев на месте. Итальянцев в Меоне так и не вышел. Остался второй связующий, Буне-Инфанте. Остальные все те же самые. Златанов главное действующее лицо. Одиннадцатый номер. Ну, и Маршал помогает ему. Номер семь. Еще один доигровщик. Бразилец Браво, тринадцатый. И центральная Белецеш. Восемнадцатый Ирак, второй. Ну, у нас, как мы уже сказали, все без изменений. Тот же самый состав. Сейчас судья показывает касание сетки на блоке у итальянцев. Не знаю, на то, что они накрыли атаку Стэнли на задней линии. Повтор смотрим сейчас. Ну, вот там, видимо, на приземлении. Да, видим, что сетка очень сильно трясется. Не знаю, от чего. Но верим судям. Хороший сейчас был блок. Немножечко ваут, конечно, отскочила. Недоволен собой. Бол. Да, видим, что совсем немножко. Слышим одинокий барабан. Возвался пьяченцы. Как мы уже говорили, зрителей не так много. Судя по всему, с проходящим параллельным матчем Лиги Чемпионов по футболу. У меня футбол, конечно, все-таки очень удивляет. Человек уже столько играет. Уже выиграл, наконец-то, все, что только возможно. И его страсть и желание в каждом матче. В общем, это, наверное, не только профессионализм вам объясняется. Это, видимо, и характер такой. Безусловно, безусловно. Просто на одном профессионализме здесь не уехать. Для того, чтобы так долго играть на таком уровне, и с такой отдачей, надо просто искренне любить то дело, которым занимаешься. И мы видим, что человек просто получает удовольствие от своей работы. А это самое важное, когда твоя работа приносит тебе моральное удовлетворение, помимо материального, естественно. Касание блока, судя по всему, было у наших блокирующих. Да, да, да. Шпилев подстраивался. По рукам Максима, да, попал мяч. Обручим их на подачу. Попал нет. Судя по всему, нет. Меняет его Владислав Бабичев. Очень было похоже на площадку. Первый раз болото исполняет. Хорошо, что исполнил, потому что это всегда держит напряжение блокирующих. Хотя бы для того, чтобы они держали руки поднятыми. Видим, да, сейчас никто не был готов к этой скидке, а надо было хотя бы отслеживать его. Да, ну маршал, конечно, атлет, как и все, наверное, кубинцы. Засоченный прыжок. Он же и рост-то не выдающегося. Сколько метр? А нет, метр девяносто шесть. Прилично. Ну, метр девяносто шесть все-таки для диагонального это не самый большой рост. У нас масса примеров. Таких, как Станислав Денейкин. Очень рослых нападающих. Ну, это совсем другое. Он, кстати, не в диагонали-то играет. Кстати, насколько я понимаю, все-таки с приемом. В данной ситуации он нападал с первой зоны, с позиции диагонального нападающего. В принципе, конечно, атлетичный итальянский волейбол делает они очень большую ставку на физическую подготовку. И даже, если обратите внимание, неспроста, а даже на экипировка команды. Она такая, скажем, немножечко облегающая, что добавляет, конечно, и зрелищности. И, наверное, прибавляет на трибунах количество болельщиц женского пола. Галдуй одиночным блоком закрыл. Да, очень удачно сейчас действовал Алексей. Чуть было не поймали. Да, ждали, ждали. Вдвоем поднялись против первого темпа наши блокирующие. Но, к сожалению, в защите не справились. Да, все-таки Алексей Балду не очень часто получает передачи. Ну, понятно, после травмы. И, наверное, все-таки это тоже известно итальянцам. И немножко проще им устраивать свои защитные порядки. Ну, конечно, они прекрасно знают, кто является основным нападающим на линии. Естественно, все свое внимание стараются уделить этому нападающему. Этому нападающему в первую очередь ждут передачи на него. Ну, можем сказать, что в подгруппе D, в которой играет «Зенит Казань». Сейчас «Зенит» занимает первое место в группе. За ним на втором позиции идет наши сегодняшние соперники «Копро Норт» Печенце. На третьем месте пари волей, французский клуб. И на четвертом месте замыкает турнирную таблицу «Зумерс Апельдорн», команда из Нидерландов. Ну, на самом деле, поскольку и французы, и голландцы в матче проиграли, то фактически победитель этой встречи гарантирует себе уже выход в плей-офф. Совершенно верно, да. То есть, ну, вот еще такая дополнительная мотивация, кроме того, что, да, это повторение. А вот, кстати, вот таким же меметчиком играет в итальянском чемпионате. Не вот этим. Кстати, вот, то есть, ты же, наверное, как, тоже можешь просветить. Когда-то, я помню, ходили разговоры, что поскольку в Италии играют другими мячами, другой производитель, все такое, вот, начало евросезона у них уходит на какое-то привыкание. Как раз, если в самом начале их поймать, то у них это вот немножко неудобно. Насколько их правды вообще? Есть ли разница? Ну, такой момент есть. Нет, безусловно, разница между мячами есть. И она ощутимая, ощутимая, безусловно. Ну, тут, скажем так, что комфорт на нашей стороне, потому что мы во внутреннем чемпионате играем этими мячами Микаса, которыми либо чемпионов, а итальянцев, конечно, нет. И перейти действительно непросто. Действительно непросто. Ну, все равно, люди профессионалы очень высокого класса, и несколько тренировок, в принципе, конечно, не добавляют того чувства мяча, который имеет, скажем, наш волейболист, тренируюсь им постоянно, но, тем не менее, это, мне кажется, вполне достаточно, чтобы фактор нового мяча не был решающим в матче, скажем, таких соперников. 10-8 ведет печенца, и они же подают. Бавдуй хорошо отыгрывает от блока. Атаковал вкрайнего блокирующего, от его рук мяч уходит за пределы площадки. А, нет, прошу прощения, попал в центральный он. У меня цена подачи Стэнли. Складывается такое ощущение, что в начале партии, в середине, Стэнли просто пристреливается. Даже не пытается рисковать. А вот в концовке уже вкладывается в полную силу. Не знаю, конечно, насколько это верно, но вот ощущение со стороны именно такое. А еще как раз к вопросу о мячах. Вот эта новая раскраска, потому что зрительно немножко уменьшила мяч. Понятно, что размеры те же самые, но вот особенно когда такие гиганты стоят и в одной руке его держат, кажется, что он стал поменьше вообще какой-то игрушечный. И, конечно, безусловно, вот эта раскраска, она доставляет определенный дискомфорт во время приема. Потому что просто все это летящий мяч с такой скоростью, с какой сейчас подают, там больше 100 км в час, летит мяч при подаче, при хорошей. Понятно, что там недалеко за 100 бывает. Это я так просто усредненно сказал. Особенно если еще вращается, то очень, конечно, некомфортно. Понятно, что пройдет время, все привыкнут к этому. Не буду обращать на это внимания, но пока это наставляет определенный дискомфорт для принимающих игроков. Минус 4, а «Зенит» проигрывает и берет паузу. Услышали мы, что сейчас сказал Владимир Олег на претензии к игрокам в том, что на тройной блоке мы сейчас ничего сделать не можем, накатываем, просто отдаем мяч на ту сторону. Призывает он либо рисковать наших нападающих, мощно бить, пытаться найти пальцы, либо, соответственно, скидывать в первую зону. И еще один раз накрывают блоком атаку нашей команды итальянские волейболисты. Накрывают Стэнли в данной ситуации со второй линии, да. Попадает он четко в руки центрального блокирующего. И 14-19, уже серьезный отрыв, конечно. Подача в аут. Владислав Бабич, видим, бегает, поддерживает, заводит. Выполняет именно тот объем работы, о котором я и говорил. Ну, а вот итальянских фанатов нам сейчас показывают. Кстати, в отличие от наших, такие уже немолодые люди, в принципе. У нас-то совсем ребята, не знаю, возраста, старше школьников чаще всего. Ну, это, Алексей, вы, наверное, не обращали внимания на болельщиков Одинцовских клубов. Нет, в Одинцовске там это своя вообще жизнь, это отдельная история. Это, видимо, люди с корнями, с давними как раз, которые всегда в этом маленьком еще старом зале заполняли, там, по-моему, те же самые. Совершенно верно, совершенно верно. С того времени все они ходят, поддерживают клуб, конечно, очень приятно. То есть, вот в какой-то момент, как раз, когда, видим, команда в Новый дворец переехала, вот было ощущение, что, ну, вот те же самые люди ходят, и все. Вот как-то хотелось расширить эту аудиторию. Потому что понятно, что маленького зала уже не хватало, а в Большом, там, стабильно оставались свободные места. Алексей, я с вами полностью согласен. И тут очень серьезный, интересный вопрос, на самом деле. Я им тоже много раз задавался. И, ну, в принципе, ну, я понимаю, что нужно, например, сделать для того, чтобы привлечь болельщиков на трибуны, и что, какую работу надо провести. Но есть определенные сложности для того, чтобы, скажем, реализовать какие-то программы билетные и так далее. Не хочу никого учить, собственно говоря, есть люди, которые за это ответственны. Но недопустимо, чтобы на матче, скажем, клубов билеты были бесплатные. Хотя бы просто потому, что отношение людей к зрелищу, на которые не приходят бесплатные билеты, на которые, собственно говоря, они получают, это совершенно будет другое. Даже если человек заплатит 5 рублей, 10 рублей, неважно. Понятно, что даже для пенсионера заплатить 10 рублей, но все-таки, наверное, это не критично будет. Ну, конечно. Ну, само отношение к зрелищу, к тому, что там происходит, оно уже здесь кардинально поменяется. Ну, это первый момент. Ну, а во втором, это, конечно, есть масса, я говорю, билетных программ, которые создаются там, эти билетные пакеты, и все это продумывается, как и что сделать. И, конечно, все можно сделать, можно заполнить там битком этот зал. Не так много в одинцового зрелища для того, чтобы не привлечь на трибуны болельщиков там в этот зал большой. Поэтому, ну, я думаю, со временем руководство решит эти проблемы, и будут там и болельщики, и все остальное. Я думаю, это вопрос времени. Я сейчас еще не удивился, показали как раз группу поддержки, и половина с желтыми шахтами. С флагами клуба Скра, да, да, да. Вот это непонятно откуда. Поляков в составе нет. Вот что там? Или, не знаю, может быть, имеется в виду, что один из братьев Фаласка там играет, а второй здесь? Возможно, возможно, даже не знаю, не знаю, что сказать, как они оказались. Может быть, просто вот любители волейбола приехали посмотреть. С Польши. С Польши, да, не знаю. Ну, как-то вряд ли, при том, что дома свои играли такой, тоже очень интересный матч. Ну, а допустить возможность, что совершенно случайно они оказались в это время в этом месте и пришли поболеть, наверное, тоже вряд ли. А на те времена 17-12. Итальянцы впереди. Гамолов очень высокий у него сегодня КПД. Ну, много с вами мы говорили о том, что, к сожалению, не имеем мы статистики, не имеем оперативной информации о том, кто и как играет. Потому что визуальное ощущение, оно зачастую очень обманчиво, очень обманчиво. А когда ты видишь фактически принесенные очки, проценты и так далее, уже можно, конечно, судить и давать более объективную картину происходящего. Я, кстати, удивляюсь, что итальянцы, телевизионщики не предоставляют этой информации. Да, странно, но при этом вот хочу отметить, что, по крайней мере, вот этот матч очень хорошо, очень хорошо снимают, очень хорошо показывают. Вообще, в Италии есть такая традиция, даже не традиция, а совершенно правильный подход, что, скажем, операторами матчей футбольных каких-то стараются брать людей, которые в этот футбол, в эту игру играли сами. И которые понимают ее, понимают, как ее надо показать. Вот не знаю, насколько операторы, которые показывают волейбол, играли сами когда-то в волейбол, но вот показывают они сейчас очень хорошо. Не всегда мы видим такую хорошую картинку качественную. Сейчас мы можем, знаете, как бы находиться внутри происходящего, очень нам все хорошо видно, и динамика игры, и какие-то технические моменты, тактические, и эмоции как бы изнутри. Поэтому, конечно, это, скажем, такой респект в сторону итальянских операторов и режиссеров. Да, вот и наши закрывают блоком атаку, а я подумал, что, в принципе, на самом деле мы, наверное, не уступаем по качеству картинке. Тоже уже настолько давно и долго во всем этом варимся, что... Безусловно, безусловно. Нет, это не, скажем так, камень в наш огород, наши операторы, как бы, очень хорошо. Просто, знаете, иногда слишком большие залы, не всегда удобно разместить камеры. Масса всяких нюансов бывает, и в итоге там уже не будем говорить, от чего напрямую, это зависит, там, от профессионализма, там, скажем, от понимания операторами самой сути игры, там, или от чего-то еще, или от режиссера. Но зачастую картинка бывает не то, чтобы плохой, а именно, вот, неудобной для анализа определенного. А вот здесь вот все, как бы, четенько видно, все очень понятно. Было бы вообще неправильно говорить, потому что телеканал, который, собственно, занимает спортивные трансляции, и хоть как-то где-то там что-то не знает, как сделать. Нет, я вот, кстати, посмотрев на трансляции из Польши, понимаю, что у них есть чем-то учиться. Ну, итальянцы, да, итальянцы дают хороший уровень, хорошую картинку. Да, ну, понятно, действительно, они в этом деле тоже профи. Ну, а в концовке третьей партии «Зенит» проигрывает три очка. Да, и вот она очередная концовка. Ошибаются итальянцы, 18-20. Ермаков у нас появился на задней линии за нашими разговорами с Алексеем. Пропустили мы эту замену. Ну, вот вернулся шпилер. Да, уже вернулся этот матч. Ну, какой-то эмоциональный всплеск и у зрителей вот после этого момента. Ну, красивый был момент и, конечно, нетипичный, скажем так, фактически стоя смягчили атаку наших волейболистов и тоже забили переходящий мяч. Ну, всегда что-то нестандартное вызывается. Да, совершенно верно. Игра ногой там или игра в защитник на трибуне. Успел Шпилев. Закрывающийся уже калиточку. Да, хорошее сравнение. Мог бы постучаться в закрытую дверь. И попали. А, нет, нет, нет. Судья, судья, что? Судья, по-моему, отдает мяч. Вот смотрим еще раз. Площадка. В площадке, да. Если мы смотрим онлайн, то счет 21-20 в пользу итальянцев. Сейчас посмотрим. Символ клуба, волчонок. А вот видим, что на болельщике, на фанате итальянцев, почему-то шарф польской скры. Да, совершенно верно. 21-20. И уже 22-20. Да, Буминфанте. Не ожидали мы от него такого подвоха. Ну, мол, сам-то понимает. Вот по поводу оперативности появления, скажем, информации о счете в интернете. Хочу сказать, что сейчас в розыгрыше Европейской линии чемпионов судейские протоколы ведутся в электронном виде. Поэтому сразу же в интернет выходит информация о счете. В общем, могли бы, конечно, и протоколы, и технические все эти статистики тоже давать. Да, да. Было бы неплохо. Было бы неплохо. Было бы очень неудобно. Комментарам. Минус 3 опять. И тут уж совсем-совсем концовочка. 23-20. И уже и тренер разогрелся. Да, видим, как он радуется каждому выгоденному мячу. Своей команды. Ну, безусловно, поймали кураж. Итальянцы завелись. Да, Олег на как-то более отстраненном выглядит. У него где-то внутри эти эмоции. Ну, традиционно. У Владимира Олеговна не слишком эмоциональные такие моменты. И безусловно, конечно. Когда решается судьба матча, он так же эмоциональный, наверное, как любой человек. О-о-о-ой-ой-ой-ой-ой. Какая нелепая ошибка. Абсолютно, абсолютно с вами согласен. Ну, это просто, конечно. Надо было спокойно, наверное, вверх отыгрывать и... Да надо было забивать ее и не думать ни о чем, я думаю. А вот посмотрим сейчас, будет видно, что же там случилось. Ну, вот. Александр Севел пытался, наверное, думал, что мяч не перелетит. Переждал, а потом просто не разобрался, что же в конце концов с этим мячом делать. Да, нелепая ошибка. Счет мог быть другим теперь уже. Ну, совсем тяжело нам будет догнать. Еще один блокирующий появляется на площадке Витто Инсалата. Не успевает, но, правда, коснуться мяча. Наши берут вторую паузу. Белец, видимо, не очень хорошо понимает по-итальянски. Если ему так вот долго и мучительно втолковывают одну и ту же фразу. Ну, слово Dante Quattro я понял, не знаю итальянского. Ну, да, но в четвертой зоне, соответственно... Хотя, сейчас же два блокирующих на передней линии. Вот, и мы видим, надо тоже как-то разделить свои функции. Еще было слово «Соло». Можно ли из этого сделать вывод, что они оставят Dante одного в четвертой зоне? Это какого-то там-то тут речи-то идет. Нет, видимо, это не имя. Ну, какое нестандартное решение этого у Болла. Я так понимаю, что все-таки в одиночку они хотели оставить блокирующего с Богомоловым, а вдвоем бежать в четвертую и закрывать там атаку нашу. Ну, тактически это было бы логично. Это я просто рассуждал на тему итальянского языка, которую мы не знаем. Не, ну терминология-то очень понятна. Ну, да, и вот конечную точку в этом сете ставит итальянцы атакой первым темпом. Да, второй связующий, кстати, ничем не хуже, чем, наверное, Меония. Да, и Белецев колачивает этот мяч в площадку команды из Казани. Хозяева, хоть и проиграли первый сет, но вот теперь вышли вперед. Да, повели итальянцы отчет на 2-1. Я думаю, теперь нашим будет еще тяжелее. Противостоять этой команде. Ну, в принципе, здесь палка всегда о двух концах, как говорится. С одной стороны, итальянцы могут, поймав этот кураж, сейчас продолжить давить и давить на нашу команду, а с другой стороны, могут немножко подрасслабиться. Ну, мне кажется, вот такой уж прям... А, вот послушаем Олег. Высокий мяч, если нету возможности, сильно ударить поверх боков, стараться скидка в первую зону. В принципе, говорит то же самое, что и на перерыве. Скидка в первую зону. Такой суперэмоциональной мотивации нет, как вот в том финале, который полгода назад ребята выиграли у итальянцев, тоже уступали же 1-2 по партиям. Да, это был такой момент. То есть тут вот как раз, мне кажется, немножко по воле волны, что же называется, пойдет игра. Если получится, то... Совершенно верно. Я не думаю, что если кто-то сейчас будет выпрыгивать из штанов, как говорится, и пытаться достичь побед любой ценой, ну и, конечно же, недооценивать настрой все равно, блядя, конечно, не стану. Хороший матч принципиальных соперников в рамках группового турнира. Вот так бы я оценивал сегодняшнее противостояние. Ну да, плей-офф будет нечто гораздо более горячее. Совершенно верно. Ну вот мы, собственно, уже до экватора доползли, это липи чемпионов, да, и фактически... Ну какие-то можно уже даже и подводить итоги. Клубы наши идут по-прежнему неплохо, несмотря на вот эти две осечки, которые сегодня случились. Московская «Динамо» и мужская, и женская уже гарантировали себе выход из группы, о чем, наверное, никто не сомневался изначально. Ну вот самые сложные соперники, понятно, были у «Искры» изначально и по группе, и, собственно, мы там и получаем интересные матчи. Вот эта игра в Германии, такая была интригующая, и наши там молодцы проявили характер. Вырвали победу с польскими ребятами, я думаю, через неделю будет очень интересная ответка. Как раз пока еще свежие эмоции, и это обиды немножечко. Ну конечно, конечно, наверняка они захотят отквитаться, скажем так. Ну а вот насчет заречи в Италии, насколько будет способна, может быть? Я думаю, она будет способна, если они найдут свою игру. Все зависит от них сейчас, не от соперника. Вот как они справятся с своими эмоциями, как они справятся сами с собой. То есть там сейчас, мне, например, очевидна какая-то внутренняя борьба, какие-то, например, внутренние проблемы, а не то, что там соперник их переигрывает. Надо поймать свою игру, наладить прием. Большие проблемы сегодня были с приемом. Собственно, это уже практически месяц, если не больше. Если не с самого начала вообще сезона, говорится. Да. Большое количество, конечно, ошибок, невынужденных, что тоже, конечно, мешает. Просто выбивает иногда из колеи волейболистов. Тем более, не будем забывать, что женский волейбол, он, конечно, специфичен. Там масса нюансов присутствует в психологии игроков, в психологии женщин. Вот поэтому там все гораздо сложнее, нежели мы, чем мужчин. И совокупность всех этих факторов, она, конечно, может влиять очень сильно на результат. Он, фактически, на блоки еще нападал Стэнли, вколачивает центр шестой зоны. Ну и не поменялись составы ни у наших, ни у хозяев. Советно те же ребята на площадке. Видимо, оптимальное на данный момент сочетание. Амиони, видимо, себе получил травму. Вот такой вот, раз, такой играет его дублер, Бонинфанте. А, Данте, вот, это его имя, Данте же. Вот, вот оно что. Значит, мы фактически... Почти расшифровали. Фактически расшифровали, да, установку тренера. Такая очень яркая мимика сейчас была. Наставник итальянцев. Опять приемчик немножечко. Захромал. Тут, конечно, хочется не отпускать сразу, то есть, чтобы вот не было понятно, что игра сделана. Хочется борьбы до конца. Ну, совершенно верно. В принципе, мы и видели борьбу постоянную. Что-то раскрыли сейчас наша команда. Видим, смотрите, как мощно сейчас. Четыре по четыре. Забивали итальянцы. На кураже, на кураже сейчас они играют. Ну, а сеньор Флоренцетти встал в колен уже. Может себе позволить. Уже, да, вознялся и в собственных глазах. И ребята уже стоят. Ну что, Алексей, попытаемся расшифровать установку тренера. Но, судя по всему, он пытается дать установку, что что-то связанное с переносом рук блокирующих. Это было видно из того, что он показывал, а не из того, что он говорил. Повезло нашим. Явно несогласованность Бола и Обросимова. Я бы сказал, здесь такая небольшая авантюра. Бола, смотрите, по-салану фактически очень из неудобной ситуации. Это был фактически прострел. Ну, Хомуцких-то регулярно такое делает. Да, Вадим любитель, любитель. Практически лежа на полу. Метра с шестого. Да, легко. Вадим, конечно, наверное, самый харизматичный, пасующий нашего чемпионата. Приятно, конечно, смотреть на этого игрока и на то, как он ведет себя на площадке. Побольше бы, конечно, таких харизматичных игроков. И волейбол был веселее, красивее. Ну, вот немножечко и наши оживились. 3-5. Главное, настроение чуть поднялось. Тут даже не в счете дело. Ну, я думаю, да, игроки-то сейчас вряд ли смогут на счет. Там 3-5, 5-3, это все не столь важно. Важно раз за разом делать. Хорошо. Делать свою работу, да. Его сейчас мы сделали очень хорошо. Пайп в исполнении Бавду, если не ошибаюсь, да? Сейчас посмотрим. Да, Алексей. Хотя и его ждали блокирующие. Да, втроем поднялись, да, да, да. Но там еще и первый темп игрался фактически на голове у пасующего в третьей зоне. И, собственно, за ним играл и Алексей. Там было легко подняться два раза. Ну, то, о чем я говорил, да, о сыгранности нападающего и пасующего при исполнении вот пайпом. Было бы у нас там посильнее бы, скажем, или получше они сыграны, практиковали бы они эту тренировку. Можно там сыграть полтора-два метра в стороне, и уже было бы не так тяжело нападать на организованные блоки. Может быть, его и не было вообще. Ребята, безусловно, все это знают. Безусловно, наигрывают. Золотанов по диагонали сейчас атаковал. Вбивает мяч в пятую зону. Даже показалось, что попал в ногу Алексею Бавдуя. Но удар был настолько мощным, что, конечно, обработать его не представлялось никакой возможности. У меня этот чешский блокер немножко потерялся. Он был в какой-то момент несколько раз блеснул, а потом... Да, сейчас он совсем не заметен на площадке. Ну, собственно, и другие люди играют основную роль в этой команде. Я думаю, для него большой успех, что он вообще находится в этой команде. Снова золотан. А нет, маршал. Да, очень хорошо. Они, конечно, дуэт этих игроков. Конечно, на площадке они основные. Первая техническая пауза. Слушаем наших. Вы слышали комментарии Владимира Олеговна. Говорит о том, что Золотанов сейчас нападает в пятую зону. По диагонали надо нашим защитникам выдвинуться немножечко вперед. Не доходят они до мяча. Мяч остается перед ними. Естественно, обработать его тяжело. А заняв позицию немножко глубже в площадке, им уже будет гораздо проще. Вообще, прям меня даже интригуют. Вот эти люди в желтых шарфах, потому что если у тебя, может быть, какие-то связи остались больше. Ну, вообще, я думаю, что я уже подумал об этом. И, скорее всего, это просто вот... Вообще, вот фанаты, те, которые мы видим сейчас в красных майках с барабанами, это вот та активная часть вот этой всей фанатской группировки, которая постоянно ездит с клубами. И наверняка эти клубы были просто на играх в Белхатове, играли с командой «Скра». В финале Лиги Чемпионов. Совершенно верно. И так как польские болельщики, они очень дружелюбны, гостеприимны, и постоянно там проводятся какие-то там дружеские матчи между болельщиками, там разных команд, все они общаются вместе. Но наверняка в процессе дружеского общения просто произошел какой-то определенный обмен шарфами. Вот. И то, что сейчас определенная часть вот этой фанатской группировки итальянской одеты в эти шарфы, ну, это вот просто дань как бы уважения, наверное, к своим коллегам, можно сказать, из Польши. Ну, да, логично. Бунинфанте еще и на подаче отметился. Ну, какой. Джокер просто получился такой. В колоде Анжело Лоренцетти. Вышел, не испортил. Да, и на Максе Шпиле я сейчас выберу очко с подачи. В принципе, действительно, с выходом Бунинфанте вот и пошла эта победная серия. Потому что Бунинфанте проиграл первый сет. Да, да, да. Ну, очень хорошо, когда тренер имеет двух равнозначных игроков, равнозначных, которые в любой момент могут заменить друг друга. И вообще, команды, команды такого уровня, которые ставят перед собой высокие задачи, скажем, в различных турнирах, как в чемпионате внутреннем, так и в лиге чемпионов, скажем, в европейском кубке, достижение этих целей невозможно без длинной скамейки запасных, не просто запасных игроков, а именно, что равноценных запасных. И тут совершенно неверный подход, скажем так, на чем-то экономить, на качестве игроков и так далее. Потому что сезоны длинные, в любой момент кто-то, не дай бог, получает травму, если выходит игрок, скажем, классом ниже, то, конечно, он никогда не сможет так же вписаться в коллектив. Ну хорошо, а как же тогда тезис, что все равно должна быть шестерка? Сто процентов согласен с этим тезисом, сто процентов. Получается, что кто-то из столь же классных людей просто просиживает штаны на лавке. Не факт, не факт. Например, в составе может стоять опытный возрастной игрок, и тут же под ним может находиться молодой перспективный игрок, который ничуть никак, никоим образом не испортит игру, выйдя вместо этого игрока на площадку, в тот момент, когда у него, например, закончат уже какие-то силы там, да? Это не значит, что это будет сидеть, например, на одной позиции, в одном клубе будет находиться, грубо говоря, Жиба и Данте, и при этом Жиба будет играть, а Данте будет сидеть? Конечно, нет. Но мы говорим, да, у них будет разница в классе, но совершенно небольшая. Да, один будет большей звездой, другой будет, скажем, не звездой, да? Один раскручен, другой не раскручен, но уровень будет примерно один и тот же. Ну, а тут Синерал Лоренсетти берет перерыв, поскольку наш счет сравняли, вот этот эйс Стэнли в какой-то степени повезло, сеточка нам помогла, но счет по 11. Это, конечно, нас не может не радовать. Да, выровняли наши ребята свою игру. И снова очень приличная подачка. Тем не менее, достаточно хорошая доводка. Ух так, нестандартно. Я думаю, тут просто он немножечко прыгнул раньше времени. Давайте посмотрим, да, мне кажется, вот он прыгнул, да, и по опускающимся мячу между руками отыгрывался просто, конечно, такая достаточно курьезный момент. Ну, завис, реально завис в воздухе, как это же говорят, перевисел блокирующий. Вот это вот на самом деле так. Немножечко не соглашусь, все-таки тут не перевисел, все-таки наши блокирующие просто не верили в то, что может произойти какое-то серьезное там атакующее действие. Просто руки свои убрали и не держали их до конца, если по ней держали, и не образовалась эта дырка между двумя блокирующими, тогда бы ничего, собственно, и не было. Да, есть такое понятие, когда перевисел, но все-таки не в этой ситуации немножко. Вот и с другого края Маршал атаковал. Хорошо прошел. Маршал очень уверенно себя чувствует, видимо, да, что даже не стал сейчас обыгрывать по диагонали, один блок, а просто мощно по пальцам сыграл, и мяч шелудырку за предыдущей площадке. Держится равный счет у нас по 13. Сейчас Владимир Олегович говорит Владиславу Бабичеву. О, хорошо Богомолов. Смотрим повтор. Да, один в один. Аут, ошибка кубинца. Немножечко и его расшатали, так он уже не так уверенно себя чувствует. Да, сейчас далеко по словам за пределы площадки мяч. Ну, как-то неудобным он был нападать, как-то он боком нападал. А опять невынуженная ошибка. О, хорошо. В зону сейчас играли бол с Богомоловым, и на разрыве, фактически без блока. Сейчас Саша я атаковал. Да, видим, что пытался просто подставить руки, блокирующий итальянцы, чтобы хоть как немножко смягчить этот мяч, и ничего не получилось. Чем-то мне напоминает тренер этой команды, французского президента Николай Саркози. Нашел несколько мгновений и уединился Златанов со своим тренером. Как раз, мне кажется, гораздо более важное совещание, нежели вот весь этот монолог в адрес всех 12. Ну, безусловно, да, лидер команды Златанов. Им есть с чем поговорить, чтобы подкорректировать. Ну, а после такого яркого кусочка игры, который Богомолов нам подарил на передней линии, наши ведут плюс два. Да, уже плюс один после атаки итальянцев. Ну, собственно, как мы уже говорили ранее, это по большому счету ни о чем не говорит. Вся интрига начнется после счета 20. Касание сетки. Тут бы Нинфанто не выдержал. Ну, и при этом, что судья сразу однозначно показал все как надо. Да, четко сует работу судейской бригады. Ну, а теперь уже касание сетки показывает нашим волейболистам. Да, вот так оно и есть. Спасибо итальянцам, что они нас балуют такими подачами. Да, вовремя они ошибаются. Помогают нам держать комфортно для нас отрыва два очка. Опа, молодцы. Хорошо достаем. А сейчас добить надо. Передача не получилось. Ну, снова наш мяч. Еще один шанс. Ну, обидно, обидно, обидно. Что сейчас показывает судья? То, что нам мяч отдает сто процентов, а вот такой странный институтный эпизод получился. Да, непонятно, где была ошибка. Фактор будет. Вот достали ребята и... Ошибка при обработке. Ошибка, да. Задержка мяча. В принципе, было первое касание. Ну, видно, совсем как бы с задержкой или захватом сыграл игрок итальянского клуба. Ну, вообще, конечно, такой мяч надо сразу суколачивать. Да, чтобы не было двузначности. Уже один мяч упал у нас в этом матче. Александр Богомолов не обработал его. Вот. Мог бы получить сейчас второй такой эпизод. Он логичный. Попал. Попал однозначно. Это клубинец. Очень хорошо. Очень хорошо он владеет своей кистью. Очень хорошо переводит. Вот 4 по 4 смотрим еще раз. Да, там, конечно, обросим. Он не успевал прыгнуть в полную силу, но тем не менее. Ну, и привычная уже замена Ермаков на заднюю линию вместо Шпилева. Начинается концовка. Сейчас еще важно держать прием. Хороший. И вот сохранить этот отрыв, постараться в 2 очка. Блестящий, блестящий сейчас. Стэнли атаковал по линии. Мощный на высоте. Без вариантов. Нет, мимо. К сожалению, к сожалению, мимо, да. Итальянцы на подаче. Браво будет подавать. Хороший прием. И добивает маршал до пола. Это важный для итальянцев мяч. Еще 19-20. Пока все еще в пользу нашей команды. И Браво продолжает подавать. Что-то смягчил почему-то Стэнли свой удар. Неудобно было? Неудобно, да. Мяч летел ему как бы навстречу. И поэтому, когда, собственно, в воздухе, вот сейчас посмотрим. А, нет, не покажешь нам этот момент. Поэтому, когда Стэнли оказался в наивысшей точке, мяч был уже у него немножко за головой. И при этом ничего не оставалось, как накатить его. Ну, практически, как в первой, второй партии, когда равенство было на счете. 21-21. Блестяще сыграет Либера. Итальянцы достают мяч после атаки первым темпом. И накрывают они Алексея Бавудуя. Златанов выводит итальянцев вперед. 21-20. Да, сейчас, конечно, Булу было не позавидуешься, потому что просто больше некому давать. Абсолютно верно. Стэнли лежит за спиной. И на задней линии Ермаков. Первым темпом не дашь. Остается только в 4. А итальянцы, естественно, уже там втроем стоят и ждут его. Ну, вон, нужно взять вперед Владимира Олегна. Нельзя нам сейчас проиграть этот сет. Да, вот сейчас, конечно, интереснее было бы наших послушать. Они взяли Таймала. Что-то молитвно говорит. Снова Брауна подача. Выбитый прием. Опять так, с четвертой зоны на тройном блоке. И достают итальянцы этот мяч. И кто? Маршал. Борется. Борется до конца итальянцы. И первым темпом. Забивает Абросимов. Тем самым сравнивая счет. Ну, ждут, ждут его. Вдвоем поднимали сейчас. Собросим его. Центральный, ну, само собой. И крайне блокирующий помогал. Шпилев вернулся на свое место. Сейчас уже больше вариантов для атаки у нас. Не очень неудачный подброс. Сейчас был у Алексея Бавду. И сразу нам даже отсюда было с комментаторского места видно. Очень далеко вперед улетел мяч. И в итоге он даже его исправить не смог. Очередная невынужденная ошибка. В общем, ответит Маршал. Хорошо Абросимов второй подряд мяч отыгрывает для нашей команды. Но Бол рискует. Ну, здесь сейчас была доводка очень широко ко второй зоне. И, конечно, Бол прекрасно понимал, что при атаке Абросимова Абросимов будет бороться только с крайним нападающим на блоке. Но мы не забываем о том, что в волейболе решения принимаются доли секунды. И контакт волейболиста с мячом происходит доли секунды. И каждая потеря контакта этого с мячом чревата очком для наших игроков. Если в футболе спортсмен, футболист может взять мяч, потерять его, потом опять овладеть, и это никак не отражается на результате, то здесь каждое касание это очко. Поэтому здесь, конечно, концентрация на обработке мяча, она, конечно, колоссальная. Неужели поле? Поле. Поле показывает и боковой арбитр. Поле показывает и кто-то из наших игроков. Михаил Рак. Вот так он затерялся во второй половине матча. А какой важный мячик забирает. Да, он действительно очень важный. Если бы нас сейчас снимали, он был бы равный. Ну, а тут вариантов практически нет. Стэнли. Ну, на 95% ему отдается. Да. К сожалению, к сожалению, не смогли мы справиться с итальянцами сегодня. И прерывают они нашу победную серию и в личных встречах. И очередное поражение нашей российской команды в Лиге чемпионов. За сегодняшний день уже третье. Три поражения из четырех матчей. И в целом вообще весь третий тур получается у нас в минусе. Пять клубов, две победы, три поражения здесь. Да еще два, две неудачи у мужчин в кубке ЕКВ. Локомотив из Новосибирска и из Белгорода проиграли в гостях. В общем, какая-то просто неудачная для нас неделя. Но будем надеяться, что на следующий мы возьмем реванш. Все, кто сегодня, увы, огорчен. Ну и итоги всего третьего тура подведем в пятницу в специальной программе обзор Лиги чемпионов. В пятницу в районе шести вечера на спортивном канале. Смотрите эту программу. Ну а для вас трудились сегодня Владимир Хасторнов, Алексей Мельников. Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. Встретимся через неделю совсем скоро. Болеем за наших.